Рисование маски Маска может представлять собой фигуру или контур, созданный в слое. Маску можно нарисовать как с помощью конкретного инструмента, так и вручную. В данном уроке мы рассмотрим более сложный пример создания маски – рисование маски вручную. Создание маски индивидуальной формы помогает более конкретно указать прозрачные и непрозрачные области. Как и в предыдущем уроке, нам понадобятся два материала в композиции – сплошной слой и графическое изображение, находящееся над ним. Суть рисования состоит из создания упомянутых ранее узлов маски с помощью инструмента PEN – перо, расположенного на панели инструментов. Выберите этот инструмент и переместите указатель мыши в область просмотра композиции. Щелкните кнопкой мыши по слою. В данной точке будет создан первый узел маски, после чего перемещайте указатель и щелкайте по слою, создавая узлы. Как вы можете заметить, каждый последующий узел соединяется с предыдущим. Постарайтесь задать траекторию узлов таким образом, чтобы они составляли замыкающуюся область. Для того, чтобы замкнуть область, подведите указатель мыши к первому узлу, и в тот момент, когда рядом с курсором появится изображение окружности, кликните левой кнопкой мыши. Тем самым вы замкнете область маски. Как вы можете заметить, область, расположенная за границами созданной маски, стала прозрачной, благодаря чему стало видимым изображение синего слоя. Все границы маски являются прямолинейными, однако можно изменить характер этих линий, преобразовав их в кривые. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Pen до появления меню дополнительных инструментов. Выберите в появившемся списке команду Convert Vertex, преобразование узла, и установите указатель мыши на любом из узлов маски. Кликните по узлу левой клавишей мыши. Как вы можете заметить, границы маски, расположенные в пределах выбранного узла, преобразовались в кривые. Таким же образом, вы можете изменить границы всей области. Если же вы зажмете левую клавишу мыши на маркере узла, то сможете задать кривую по своему усмотрению. Добавить узлы вы можете и с помощью инструмента ADD Vertex добавить узел, который располагается в списке дополнительных средств инструмента Pen. Щелкая по границам области маски, вы сможете добавить новые узлы и получить маску желаемой формы. Аналогичным образом, выбрав инструмент Delete Vertex – Удалить узел, вы сможете удалять ненужные узлы.